Здравствуйте! Не будь найдена источника зла, не начало бы образовываться общественное движение. Вот одна из причин, которую называют психологи объединения людей для создания сообщества. Что же заставило молодых архангелогородцев создать в апреле 2015 года общественное движение «Здоровый автобус»? Мы спросим у его лидера Дмитрия Анучина. Здравствуйте, Дима! Здравствуйте! Ну, каковы причины вашего такого поступка объединения? Примерно месяца 4-4,5 назад мы с друзьями встретились и обсуждали насущие проблемы. И эта проблема как-то очень ярко у нас стала, и решили что-то предпринять, чтобы повлиять как-то на нее. Мы решили подтянуть к этому делу неравнодушных, из общих друзей начали подтягивать потихоньку. Общаться, совещаться, как мы можем повлиять. И пришли к выводу, что надо делать общественное движение, чтобы привлекать внимание властей к этой проблеме. То есть вас волнует, и вы обсуждаете в таком узком дружеском кругу проблемы города, да? Да. Не спорт, не музыку, а вот именно проблемы дорог, автобуса. Мы молодые люди очень разносторонние, обсуждаем и спорт, и музыку, и проблемы города тоже. У нас вообще в России есть традиция обсуждать такие глобальные проблемы на кухне. Да, это радует, что и на вас, 20-летних, это уже распространилось. А как возникло само название «Здоровый автобус»? Ну, с ребятами, когда выбирали название, и у нас один друг предложил назвать «Здоровый автобус», потому что тут небольшая игра слов «Здоровый» в плане и как большой, сильный, имеем в виду низкополый автобус, так и здоровый в том смысле, что не болеет. Ну вот, да, вот это вы вкладываете в понятие. Наверное, ведь еще что-то говорили, да? Каким вы хотите видеть этот здоровый автобус? Автобусы, прежде всего, хотим видеть приятным, не порчащим вид нашего города, чтобы в нем мог туда зайти любой гражданин нашего города, и инвалиды, и маломобильная группа населения, чтобы в нем не было хамства, гонок и прочего беспредела, который сейчас происходит. Ну, ведь вы, наверное, сами знаете, что всяких общественных объединений очень много, да, общественников много, но далеко не все идеи, как-то вот они известно вырываются вперед, и о них начинают говорить. Вы как так быстро вырвались вперед? Для нас семей это... Вот первое, когда вы, извините, собрались, вот вы же просчитывали, как вы будете действовать. Как вы сначала решили, заявите себе ваш первый шаг? Первый шаг? Мы сначала не рассчитывали то, что он выйдет на такой уровень общественного движения, и то, что... О славе не думали? Ну, вообще никак не думали, а все получилось со мной, наверное, потому что тема актуальна и достаточно наболевшая для большинства граждан, которые передвигаются на автобусах, ну и для водителей тоже, в принципе, когда в пробках автобусы там беспределят и мешают движению. Поэтому так и получилось. Ну, первым шагом ваших, хорошо, вы собрались, да, все готовы, все, вернее, знают, что вот это действительно проблема, что надо что-то с этим делать. Первый шаг какой у вас был? У нас повезло, у нас в группе были уже ребята и журналисты, они помогли составить пресс-релиз и разослали. О том, что мы проводим мероприятия совместно с Угаден и с агентством по транспорту, и с ГАИ, выявляя нарушителей лицензионных требований. И как-то журналисты все, в общем-то, откликнулись, потому что тема новая была, наверное, и это привлекло внимание. Ну, вы уже, мне кажется, все равно вперед забежали немножко, прямо так все сразу к вам пошли навстречу, все властные структуры, госструктуры, да? Ну, началось с того, что мы пришли в корпорацию развития Архангельской области с инициативой, к Алексею Баранову попали, он нам помог, связал нас с ГАИ, связал с агентством по транспорту, а дальше уже они начали работать напрямую с нами и связываться очень охотно, везде очень радушно встретили, давно не хватало, говорят, таких помощников, и поэтому... А где публикуете результаты своей деятельности? Результаты деятельности публикуем на страничке ВКонтакте, у нас их две, общественный транспорт, Хангельская и здоровый автобус, собственно. Там постоянная информация по рейдам, опросы проводим население, проводим опросы, на какой маршрут уделить внимание, какие проблемы более актуальны, жалобы, граждан разбираем, на что не можем ответить сами, звоним в агентство, спрашиваем. Также мы там организовали небольшую юридическую консультацию для людей, которые пострадали в автобусах, как, что, куда обращаться. Наш юрист бесплатно это консультирует, выявил такое желание помогать. Вот вы совершаете проверки, вот вы говорите, что мы все время выходим какие-то, устраиваем акции, проверки проводите, и совместно уже с ГАИ. Мы, бывает, проводим сами без ГАИ, когда нам для нас... Вот как это делается, расскажите. Это вы что, заходите в автобус, инкогнито, да? Да, бывает так. Для нас подготовил список нарушений угадан, лицензионных требований всех. Как это должно быть и как у нас сейчас на самом деле? Да, да, да. Нет, просто как это должно быть для того, чтобы у них была лицензия. Садимся в автобус с ребятами, проверяем, записываем, какие нарушения, составляем жалобу в угадан и высылаем. Хорошо, какие нарушения? Если нарушения идут по ПДД, то высылаем в ПДД. Чаще всего какие нарушения? Чаще всего это, когда наши водители, любезные, курят. Замечания можно делать им? Замечания можно делать, можно просить выйти, штраф хороший за это. То есть, по идее, вот любой ведь из пассажиров, я к чему говорю, что любой может присоединиться к вашему движению, да? Да, да. Мы на это и рассчитывали, когда... Потому что, ну, сколько бы нас ни было, у нас сейчас 50, если было даже 100-150, это бы, в принципе, это малая группа людей, ну, не может... Можны быть тысячи, по идее. Да. Если каждый просто не останется в автобусе равнодушным, написав заявление, жалобу, еще что-то, сказав просто словами водителя, что так не надо делать, или кондуктор, или перевозчику, то ситуация бы начала меняться. Итак, вы зашли с бумажкой, с блокнотиком, пишите, курит водитель, еще какие требования должны быть? По информации в автобусе, имена водителя, кондуктора, лицензии, страховка на билетах. А вы вправе попросить лицензию или страховку? Она должна висеть публично в автобусе, поэтому просить ее не надо. А вот внешний вид внутри салона? Внешний вид до этого мы... Внешний вид никак не могли к этому привить. А сейчас мы вот разработали новое мероприятие, акции с клеением наклейки, и там как раз писали внешний вид. Для простых граждан не совсем понятно, там, все лицензионные требования, которые надо, там, в каком углу, например, должен висеть маршрута-указатель, там, сколько раз в день должен мыться автобус. Им понятнее намного внешний вид, там, аккуратность, и вот мы поэтому сделали новую акцию. Почему мы раньше пользовались лицензионными требованиями? Потому что не было федерального закона, который бы нам позволял вести борьбу по-другому. А сейчас новый закон вышел уже наконец-то. До этого он с 2012 года не мог пройти во второе чтение никак. Мы с областным собранием, депутатом проводили встречи, круглый стол, на котором со всеми причастными к этому общественному бюджету транспорту высылали инициативу, чтобы продвинуть ее. Но она наконец-то продвинулась, подписалась президентом, и следующим летом уже будут новые требования к ним, более жесткие, которые позволят прекратить этот беспредел, который происходит. Вот вы сейчас упомянули про наклейки, да, то есть буквально там через несколько дней на некоторых автобусах мы можем видеть наклейки, где написано «Проверено», так? Да, да. Значит, честь и хвала тому водителю, тому автобусу, тому перевозчику, да, кто вот содержит в надлежащем виде свои автобусы, так? Да. Да, да. Еще у вас есть такое небольшое замечание, что любой пассажир может просто сорвать эту наклейку. Да, если будут какие-то несоответствия, то если вдруг... Ну вот грязь в салоне, порезанная, потрепанная обивка, да, какие-то тряпки, ведра, там, все, что они, все это несут в салон. Ну вот здесь-то как мы можем повлиять? Вот не дают им денег на ремонт этого всего, и они возят нас вот в таком вот виде, сесть страшно иногда на сиденья. Это просто до этого конкурса должны устраиваться так автобусов, чтобы... То есть по идее вот в таком виде мы автобусы выпускать не должны на дорогу. Есть такая проблема, то что графики просто арендуются, переарендуются, суп-аренда, и как бы в итоге выходят непонятно кто. Тем более были у нас нелегальные перевозчики, так называемые, которые могли просто назвать автобус любым маршрутом и выйти на дорогу. И в принципе их никто никак не мог контролировать, только по лицензионным требованиям и по правилам дорожного движения. Дим, хорошо, вот вы проверяете, вы потом общаетесь уже с официальными структурами, да, как-то воздействует на них, есть результаты? Вот самое главное в любом общественном движении это результат. Результаты есть, есть много штрафов, много наказаний, лицензию отобрать это дело непростое, но мы идем потихоньку к этому. У некоторых перевозчиков особо таких нарушителей спокойствия. Сейчас с новым федеральным законом это, конечно, все очень облегчит ситуацию и будет колоссально. Вы себе повязочки такие не хотите, дружинник там, в красные, нет? Ну, вот вы будете сейчас даже наклейки эти делать, и вы как-то себя афишируете, когда вы заходите в автобус? Вот я, представитель общественной организации, покажите мне то-то, скажите, почему у вас это. Нарушение в автобусе. Если нарушение в плане информации, то водитель, кондуктор не виноват, и как бы им ничего. А если видишь нарушение именно водителя, что он курит, то можно подойти, представиться, можно просто сказать об этом. Если там гонка какая-то начинается, маты по радио, тоже подходишь, прекращаешь это действие. То есть, вибрация все-таки смелости, уверенность в себе, что ты прав, что ты вот... Не отсидеться так в сторонке, а взять на себя ответственность. Ну, как-то не было таких мыслей. Само собой разумеется, что так и должен поступить каждый пассажир, по идее. По идее так должны поступить все, и мне кажется, потихоньку мы к этому идем. И сделать замечание кондуктору, почему у него пассажиры распевают, а она не делает замечания. Да, 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 и самим сделать пассажирам лишний раз замечания, бывает, тоже нужно. Дима, и что, никто не возмущался, никто не грозил, не выходил водитель? Не было никаких инцидентов? Нет, таких замечаний у нас не было. В процессе самого действия таких не было. Вконтакте есть, конечно, у нас там недовольных пару лет. Угрозы. Да, они не угрозы, они там больше там продажные, еще что-то там пытаются... Ну, это скорее вызывает улыбку и осознание того, что мы идем в правильную сторону. А 21 рубль за архангельскую перевозку, как в Архангельске? Как вас эта цифра? Мало? Достаточно? Вообще, как... Сюда не распространяются ваши? Вообще, как ценник, он достаточно обоснован. Агентство по тарифам и ценам очень придирчиво тоже его устанавливали. Но у нас проблема в том, что устанавливали, это все-таки по городу для легальных перевозчиков, для всех. А те, которые были нелегальными, перехватывают прибыль и там забирают. И у них такой круговорот, там кому-то они достают, там кому-то что. Но мне кажется, что, в принципе, для нынешнего автопарка эта цена не актуальна. Мы ведь о чем говорим-то? Почему 21, да? Что все возлагали там надежду, что будут какие-то перемены. Что вот мы вам даем больше денег, значит, вы побольше вкладываете в самообслуживание, транспорт и так далее. Но однако же здесь вообще никаких перемен нет. Не все перевозчики послушали главу региона. И поэтому ситуация такая. Но сейчас федеральный закон прошел, прошел силами правительства, силами нашими. И ситуация должна измениться. Вы свои предложения, ведь должен быть и аналогичный региональный закон, да? Вы свои предложения внесли? Да, мы еще пока не внесли. Агентство по транспорту и связям Архангельской области договорились с ними войти в рабочую группу, губернаторах Архангельской области и в рабочую группу при областном собрании депутатов. И как сессия начнется, начнется работа. И мы будем делать свои предложения, конечно, обязательно. Мы на протяжении всего разговора сейчас все равно так или иначе возвращаемся к активности, сознательности самого человека, да? Потому что на этом всем, в общем-то, строится любое общественное движение. Так вот много таких людей, как вы считаете? Вы общаетесь достаточно много с разными совершенно слоями населения? Или все-таки эти 50 человек, это ваши друзья, близкие, которые вы вовлекаете? Большинство друзей и близких, которые я привлекал сначала, они отвалились со временем, потому что на одной дружбе такие дела не поддерживаются. И там остались люди, которые реально неравнодушны к проблеме. Так вот много таких неравнодушных? Вообще людей в регионе я смотрю, езжу, путешествую, становится все больше и больше. С такой гражданской позиции. Да, начинаются появляться еще группы, как Асфальт-29, общественное движение, еще и там ребята тоже очень такие заводные, пробивные и активные. Мне кажется, это хорошо. Проблемы города скоро на Сунице решаться силами общественности. Хорошо, это не то слово, да. Пример какого-то идеального автобуса. Вы вот сказали, что много ездите. Есть в каких-то городах? Ох, нам бы такой. Ну, в общем, мне нравится, как отлажена система в Санкт-Петербурге и в Москве. Ну, это крупные города. А так вообще без федерального закона по всем регионам были какие-то свои проблемы, какие-то свои несоответствия. Но город Архангельск как-то называют, городом Пазиков. У нас такие, нам более актуальные. А что нужно, как вы считаете, чтобы ваше движение, оно не угасло, чтобы оно дальше развивалось, чтобы оно не заформализировалось? Пока есть данная проблема, я думаю, движение никуда не уйдет. А в себе вы уверены? Лично в себе. Что вы не угасните ваш энтузиазм? Я думаю, даже если я угасну, останутся люди, которые не угасну, и все равно продолжат бороться с данной проблемой. Хорошо, спасибо. И в конце у нас небольшой блиц. Вы и в школе были таким активным, таким лидером, активистом? Нет, такой среднестатистический троечник. Так, и откуда же, откуда такой толчок? Проснулся и сказал, о, создам-ка я общественное движение. Ну, как-то получилось вот так вот. Много времени у вас занимает общественная работа? Нет, часа два, три, иногда четыре в неделю. В принципе, это не так тяжело, чтобы потратить. Чтобы это был аргумент для кого-то, что ой-ой-ой, у меня нет времени, да? Да, это в принципе не тяжело, я думаю, даже, причем являясь лидером, у меня столько времени уходит, а если просто выразить свою точку зрения, я думаю, и что-то сделать, думаю, это... Ну, вы же собираетесь на какие-то акции, ведь, да? Да, у нас постоянно мы собираемся с ребятами, проводим собрания, как что лучше организовать, где что лучше сделать, как постоянно приглашаем туда новых людей, стараемся понять не только проблемы наши, но и приглашаем также водителей, кондукторов, перевозчиков, ну, чтобы такое получилось удобное для всех. Сейчас очень много молодых людей уезжает из Архангельска, а вы не собираетесь? Нет, я не собираюсь, мне очень нравится город мой любимый. Вот вы верите в победу добра над злом и верите в победу справедливости? Вопрос такой риторический. Философский, я бы сказал. Философский, для каждого понятие добро и зло относительное, каждый его по-своему понимает, но в итоге все равно победит правда, мне кажется. Правда? Или добро? Правда. Спасибо, Дима, и пусть ваш круг единомышленников, конечно же, растет, а все ваши идеи находят воплощение. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. В студии был Дмитрий Анучин, лидер общественного движения «Здоровый автобус» из Архангельска. Психологии лидерства невозможно научиться по учебнику. Кратко, психологию лидерства можно охарактеризовать известной фразой-установкой «Поверь в себя, и другие в тебя тоже поверят». Поверим и мы в свой город, в наше общее будущее. Вот такие дела. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!